У водопроводной воде Жихарка Бреста выявила червяков и жучков. Как они туда трапили, кто этим виноват и что делать. Отказы на пытание шукали и корреспонденты новин региона. Как продемонстрировать возникшую проблему с якостью питной воды, Лариса Иванова собрала ей условия, где даже без специальных приборов было видать, что у нее утромливаются дробные живые организмы. Со слов Жихаров дома 107 по улице Скрипникова, такие проблемы у них стараются уже не первый раз. За их выращением я не звертались урозные инстанции. Мы обращались сначала в водоканал, потом в ЖЭС. То есть водоканал говорит, что они поставляют воду хорошую, значит все дело в трубах. ЖЭС говорит, что трубы регулярно промываются, все дело значит обращайтесь в водоканал. Ну и вот так вот отбрасывали. Месяц тому о водопроводных сетках у микрорайона Граевка сдарилась авария, якая закранула ей дом 107 по улице Скрипникова. После ее ликвидации Жихаров запевнили, что теперь для кости воды все будет добра. И вот черговая проблема. Вот сейчас снимаем фильтр и видим вот такую вот картину. Это уже после очистки, после промывки этих труб. И вот это вот, пожалуйста, что у нас. Я говорю, всю жизнь прожила, но я такого чуда еще не видела. Во-первых, черви просто вот так вот вылазят оттуда. Угодный день для выращения проблемы подключились специалисты Брестской участка Барановицкой дистанции водозабеспечения и станциях обслуговывания белорусской шагунки. На место приехал виконувающий обовязки начальника Андрей Калач. Я считаю, что эта проблема заключается, скорее всего, в уже старой внутридомовой системе. И поэтому, ну, некачественная промывка несвоевременная. И поэтому в трубах в системе, ну, внутри дома вот такая ситуация сложилась. Прочно промыть дом, всю систему. Домом будет заниматься ЖЭС. Уже сегодня с самого ранку до выращения проблемы в месте системы водопроводных сеток приступили специалисты ЖЭСа номер 6, якому належать дом. Мы со своего боку будем сошить за развесем ситуации. Юрий Печур, Александр Севицкий, областные новины, Брест. Редактор субтитров А.Семкин